всем привет небольшой обзорчик на сварочку то конденсаторная сварка значит здесь два конденсатора 28 вольта на 3000 фарад вот вроде как какие-то фирменные но я здесь вот закрепил таким вот образом хомутами хуже собственно говоря плата все тоже китайская с иероглифами включается ну так вот но обзор значит и на эту сварочку дел собственно говоря тут особо этот самый хотел просто показать как я собрал данный аппарат то есть нашел такой чуть поменьше корпус поскольку здесь контакты алюминиевые на конденсаторах то здесь я поставил сейчас луженую шинку вот эта медная шина которая там подключена она тоже луженая то есть я ее специально залудил чтобы при контакте с алюминием как бы не было вопросов плата закреплена на винт 40 миллиметров она как раз чудесно здесь становится то есть лишнего ничего нету здесь плату закручиваем до упора и здесь собственно говоря винтами вентилятор который здесь стоит я сделал потом отверстие для дополнительной вентиляции есть две шинки хотя я думаю что достаточно одной луженая клемма остальные все медные потому что здесь контакт с медью и в держатель электродов тоже контакт медный на таких вот шурупах с ножками сразу и так вот такое получилось чудо значит с ножками такие ножки оставится значит здесь это выводы выходит наши клины держатель эти день подключение питания здесь вот разъемчик утоплены таким вот образом включается например давайте разрядим на четыре с половиной включился вентилятор вручит зарядим до 5 вот максимум можно поставить 5 и 6 ну не будем насиловать давайте 5 и 2 значит тут пошла зарядка пишет 11 вольт 10 ампер ток зарядки видать блок питания таки выдает вот такой 7 амперной в принципе работает не греется вентилятор дует охлаждает вот уже не дует уже мы почти зарядились до 5 17 у напряжения то есть ток упал 2 с половиной ампера дежурный получается работает нагрелось до 36 градусов вот напряжение питания 12 на 2 восстановилась напряжение питания дежурный режим давайте поварим я уже тестировал это я беру сейчас ленту 0 2 миллиметра никелированная то есть уже металлическая никелированная лента я использую как подложку берем ленточку 0 15 это лента 0 2 никелевая числа подложечка так показания для ленту 0 15 4 4 упал за здесь 90 99 миллисекунд то есть чисто чтобы почувствовать единственный нюанс в этой сварке что не провода честно говоря лучше сбоку варить ближе достает вот ну так получилось потому что там компоновка такая в общем-то как бы не очень удалось расположить компактно 0 15 хотели вы и давайте там 4 стоит 4 4 так сварки нету потому что отключена педалька здесь есть режим можно поставить вот когда вот сюда ставится режим секунды устанавливается в этом красном поле вот можно установить например то после того как замкнутся электроды произойдет сварка вот ну она сбрасывается если нажать на педальку то она сбрасывается то есть варится от кнопки 2 2 2 0 режим возможности варить либо кнопки либо через таймер если кнопки нету вот ну держатель и кнопка есть как поэтому варим от кнопки немножко прилипают электроды причем прилипает в основном тот электрод который на плюс это плюсовой минус наоборот набирает на себя никель отрываем ну тут такое безобразие получается вот он все рвется по целому точечка вот посмотрите какая точечка у нас крупненькая побежала си никаких нету то лента 0 15 так теперь давайте варим винту 0 2 0 2 значит 7 7 здесь стоят стоит кабель кстати rkgm 35 вот на самом деле работает с 25 абсолютно одинаково разницы я не заметил вообще никакой то есть до этого стоял ркгм 25 вот но там были прямо медные все поэтому я решил поменяли ручка кстати то которая была еще предыдущая версия и решила поменять и поэтому и провода отложил сейчас включился зарядка покажу расход электроэнергии то есть пошел 7 ампер то есть упала напряжение на пол вольта и пошла зарядка пошла за пошла зарядочка тут если пока работаете подзаряжает в принципе сейчас несколько точек сделал чуть-чуть упал напряжение в принципе я допустим тестировал много точек делал сильно не не вообще не падал то есть ну как бы нормально варила то есть не чувствуется ничем так вот у нас такие вот у нас точечки побежалости практически никаких нету там если присматриваться по ободочку чуть-чуть это вам больше похоже на напыление меди но все на самом деле есть там маленький но если присматриваться по совсем небольшой рюмчик есть вот такие у нас идут разрыва пожалуйста отверстия насквозь сквозные точка жирная классно отверстия сквозные варится 0707 99 параметра вот так как то еще ребят если нюанс такой с этими контроллерами значит когда стоит долго конденсатор ну просто без дела стоят они стоят естественно у них есть какая-то утечка то есть они потихонечку ну разряжаются то есть если там скажем месяца 3 он стоит то есть определенный разряд вот и заметил такую ситуацию что он был этот разряд неравномерный то есть иногда может быть такое что допустим здесь вот просела там уже не помню давно только на конденсаторы допустим не брал там месяца 3-4 вот упал заряд там один допустим до 1 и 2 вольта другой упал там 1 и 5 1 и 7 вольт а и вот при такой разнице бывает такой нюанс что начинает когда ставишь на зарядку он заряжает кто-то кому тот тот конденсатор который больше заряжен а тот который меньше заряжен он его не заряжает и начинает высвечиваться ошибка вот здесь вот внизу красненьким я не снял это на видео в общем здесь вот начинает высвечиваться ошибка внизу красненьким значит что такой ситуации я делал я уже перекопили перековырял вообще весь контроллер думал что там уже что-то сгорело короче суть в другом поступила по-другому то есть я взял разрядил оба конденсатора то есть поставил напряжение меньше меньшего допустим вот грубо говоря если здесь был 1 и 2 вот то для того чтобы второй разряди до 1 и 2 я поставил напряжение здесь там 1 2 и 2 вольта 2 2 вольта поставил и пошли те конденсаторы разряжаться все через внутреннюю систему там балансер вот они разрядились причем разрядились корректно то есть оба конденсатора разрядилась до напряжения 1 1 вольта сейчас не буду зря электроэнергию тратить значит разрядились оба конденсатора равномерно и когда потом я поставил на зарядку балансер их нормально зарядил то есть прекрасно потом все работало поэтому такой нюансик есть если что учтите всем спасибо пока пока